Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую со стадиона нового арена в Санкт-Петербурге. Фан-бет Кубок России по футболу. Здесь и сейчас второй раунд пути регионов. И сегодня здесь, на этом прекрасном стадионе, сойдутся команды Динамо Санкт-Петербург и команда Композит Павловский Посад. Интересное противостояние, яркое противостояние нас будет в обязательном порядке ждать. А сейчас у Динамо момент и попытка удара, но мяч проходит мимо. Правую руку поднимает, на дальнюю пойдет подача. Ой, сильно. Мяч не дошел до партнера по команде и теперь уже динамовцы. Ну, вот такие качельки у нас своеобразные в игре. Чердамырдин протаскивает мяч, здорово, и прострел, но на месте, на месте голкипер. Да, собственно, это и сделали Колдунов. Колдунов передачу пониже. И отсюда пробивать. Да, пробивать, но здорово. Здорово там сыграно. Владислав Грязнов, по-моему, выдвинулся. 79-й номер на этот мяч. Пока Колдунов принимает мяч перед штрафной. Здорово здесь разбирается с одним защитником. Второго пробует обойти. И что? Сейчас момент на Композита. Ай-яй-яй! Мне кажется, на дальнюю он вырезал в надежде на то, что там кто-нибудь откроется. Понятно, что, может, и сам пробовал в дальнюю попасть. Сейчас проходит заброс от Мишалкина в штрафную. Фактически он отправил своих партеров. И вот дальний удар. Зириков на месте. Да, сейчас очень здорово. Владислав Грязнов открывался. И мяч ему действительно пошел прям в штрафную. Динамо. И смотрим. И вот сейчас интересно. Да, на дальнюю пошла Динамо снова с мячом. Казаринов можно бить. Нет от прострела. И что? Куда там попал мяч? Смотрим еще раз. Казаринов. В кого он попал-то? А-а-а! Понятно. И это точка! Это точка. Масальский негодует. А что негодовать? Если зацеп был, то это пенальти. Давайте смотреть. Контакт вроде был. Давайте смотреть еще раз. Ну, есть ощущение, да, действительно, что Масальский немножко подзацепил оппонент. Удар! Это гол! Композит выходит вперед. На 24-й минуте матча композит выходит вперед. Ну, смотрим еще раз. Да, Данил Тюменцев очень здорово пробил. Но отмечаем и Ивана Зирикова, который угадал направление мяча. А может быть, знал. И просто не успел. Динамо в атаке. Очень неплохо может получиться. Удар! Берегладина! Да, очень хорошо. И очень хорошо ему скатили. И здесь подкинуть мяч. И вот еще один момент у композита. Но нет, здесь Зириков ускорился. И на Черноморде на передачу сделал. Черноморде пробивает. Немножечко выше. Придумайте. Вот они уже это пытаются сделать. Здорово. Но Танкова, Танков. Танкова в прострел. И Шилов! Забивает гол. 1-1 на 45-й минуте. Ну что ж, Динамо отыгрались. Да, ну вот, только я начал говорить о том, что равная такая игра. Ну что, друзья, второй там матч. Динамо-Санкт-Петербург против композита из Павловского Посада. Здесь и сейчас на новой арене. Намордин как будто бы готовится к подаче. Давайте смотреть. Нет, Колдунов. И это даже как будто бы удар в сторону ворот. Но угловой будет в исполнении петербуржцев. Тут заброшит рафную. Ой, как проходит. И что дальше? И что дальше? Прострел вдоль ворот. И кто же будет замыкать у композитора? Отличный момент. Пошла подача. И это было близко. Мещеров здесь летел. Да, и там Зериков, видимо, показывал, что не должны трогать голкипера. Придача в центр до Кукушкина. Как она прошла. Здорово. И сейчас мягкая обратно до Кукушкина момент. И как не забивает седьмой номер композита. Сейчас пока готовится угловой. Посмотрим еще раз. Ну, конечно, здесь на Ионов какую передачу мягчайшую отдавал. Хороший по штрафу. Ну и момент. Еще раз Зериков тащит. Ух, звездный час у Ивана наступает. Отыгрывается немножко назад. Здесь снова пойдет подачка. И головой подправлять. У композита не получается. И головой, и ногой. Ну, момент снова очень крутой. Так, а вот теперь момент у Динамо. Вот это да. Просто сейчас любой момент. Вашкевич. 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 Нет. Вашкевич обокрали. Передачу в центр делает. Иии. Ну, как же так. Сюда Кукушкин сам. Кукушкин сам. Это гол. Это гол Кукушкина на 92-й минуте. Сейчас, конечно, болельщики композита празднуют. Их эмоции, эмоции игроков не передать словами. Много сил. Да, и мы смотрим. Ну, конечно, Кукушкин, мне кажется, Александр становится не только по этому эпизоду, но, наверное, в целом героем матча. Очень круто он сыграл. Очень вынос. И вот сейчас финальный свисток, который фиксирует проход в следующий раунд команды композит город Павловский Посад. Ну что, действительно молодцы. Я согласен с болельщиками. Здесь, наверное, по-другому и нельзя сказать. Команда выложилась, команда старалась, столько моментов создавали. И, собственно, результат пришел. Продолжение следует...